Более года в Амзи активные жители плетут маскировочные сети. Объёмы работы впечатляют. Зимой сети были из белой ткани, а теперь больше зелёных оттенков. Деньги на материал собирают сами амзинцы. Неравнодушные жители стараются, чем могут, помочь землякам. Ведь на территории проведения спецопераций есть и их близкие и родные. Желание возникло помогать нашим ребятам. У нас у всех сыновья там служат, братовья, мужья. Народ у нас хороший. Все отзывчивые, все плести ходят каждый день, стараются. Работаем бесплатно, конечно. На материал деньги скидываемся, сами скидываемся. Односельчане скидываются, помогают хорошо все. Все хотят защитить наших сыновей. Как собрались, денежки появились, сразу закупаем, чтобы у нас остановки не было, чтобы постоянно мы были загружены работой. Также здесь делают окопные свечи, изготавливают сухой армейский душ, варят печи буржуйки. Есть и заготовленные березовые веники. Местные жительницы вяжут бойцам тёплые носки, собирают посылки со всем необходимым. Запросы к ним поступают как лично от самих бойцов, которые приезжают в отпуск, так и из Центра поддержки участников спецопераций и их семей, расположенной в Нефтекамске на улице Ленина 7. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале «Помощи СВО 102» и по номеру 8-917-740-2905. Напомню, что сбор посылок для военнослужащих в зону проведения спецопераций, а также для жителей и учреждений Донбасса, продлится до 3 часов дня 24 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok